Божья помощь Там-там-там, там-там-там. Ох, как это скучно, мрачно думала Аня. Она уже давно играла летнюю программу, заданную учителем. Другие дети сейчас отдыхают, а я, а я, ворчала себе под нос девочка. Кому это надо? Уж точно не мне. Ее мрачные размышления были прерваны старшим братом, который с шумом влетел в комнату и бросился к сестре. — Отстань, не мешай заниматься музыкой, — разозвелась Аня. — Алекс, — так звали брата девочки, нежно дотронулся до ее плеча. — Успокойся, не шуми, — сказал он. — У меня есть очень хорошая новость. — Очень хорошая? — все звела Аня. — Да кто бы сомневался. — Да подожди ты, дай сказать, — начал терять терпение Алекс. — У меня в самом деле хорошая новость. Помнишь, папа обещал отпустить нас на лето к бабушке? — Вот теперь он сказал, — собирайтесь. — Кстати, — немного помолчав, — добавил мальчуган, — мы поплывем на корабле. Аня сразу забыла все обиды, и они побежали собираться в путь. Бабушка жила за морем, и внуки нечасто ездили к ней погостить. В этот раз их отцу так надоело слушать мольбы, что он, в конце концов, уступил. Вскоре чемоданы были собраны. Отец позвал детишек в зал, чтобы вместе помолиться за предстоящий путь. Он прочитал отрывок из Писания, и все встали на колени. Во время молитвы Аня украдкой поглядывала на часы, верно думая, «Скорей, скорей, все равно с нами ничего не случится». И вот они уже в порту. Там было, как всегда, шумно и многолюдно. Носильщики сновали туда, сюда. Слышались грубые приказы, окрики. Пробравшись сквозь толпу, дети увидели бескрайние водные просторы. Отец еще раз благословил их. И Алекс с Анной отправились в плавание. Земля уже давно скрылась из виду. Изредка вдали появлялся парус, но тут же скрывался. На море стояла жара, и поэтому пассажиры предпочитали оставаться в каютах. Наступил вечер. Аня, убаюканная тихим покачиванием корабля, уснула. Ее примеру тут же последовал и Алекс. Крик, шум, визг, стук. Девочка проснулась, лежа на полу. Над ней в неистовстве покачивалась люстра. Стулья валялись рядом. Она поднялась и, держась за стены, подошла к Алексу, который, несмотря на качку, лежал на кровати. Аня разбудила брата, и они вместе вышли наружу. Мимо дверей пронеслась толпа пассажиров и увлекла детей на палубу. Эвакуация была в самом разгаре. Две лодки уже отправились в бушующее море. «Аня», – промолвил Алекс, – «давай помолимся». «Давай», – согласилась девочка. И они склонили головы, вознося свои простые молитвы. Отплыла уже и третья лодка. Настал черед Ани и Алекса. Мальчик пропустил вперед свою сестренку, а затем спустился и сам. А буря разыгралась не на шутку. Шлюпку бросала из стороны в сторону. Гребцы едва могли управлять ею. А дети молились. Вдруг огромная волна подбросила лодку, а другая, более сильная, надвигалась. Гребцы яростно работали веслами, пытаясь спастись. Но было поздно. Волна подхватила лодочку и перевернула ее. Аликс уцепился за борт. «Господи, спаси!» – выдавил он и скрылся под водой. Через несколько мгновений мальчик появился опять, теперь уже с сестренкой. «Держись за лодку и барахтайся изо всех сил!» – проговорил он. «Молись!» Вода поглотила последние слова. Господь, по своей великой милости, избавил детей из пучины морской. Аликс, плывя рядом с сестрой и молясь о спасении, почувствовал, что волна перевернула лодку в нормальное положение и бросила в нее Аню. Мальчику оставалось только самому забраться туда. Все происходило в несколько мгновений. Боль. Жгучий вкус соленой воды. Резь в желудке. Морская вода фонтаном выплескивается изо рта девочки. Постепенно Аня начала приходить в себя. «Пить!» – прошептала она. Аликс вздрогнул, но не сдвинулся с места. «Пить!» – настойчивее попросила девочка. Вокруг было море воды, но мальчик знал, что ее пить нельзя. Она только ухудшит состояние сестры. «Понимаешь, – начал он, – вода морская, соленая, она не пойдет тебе на пользу, нужна пресная вода». «Так в чем проблема?» – удивилась Аня. Она уже узнала силу молитвы. «Давай помолимся, и Господь нам ответит». Дети закрыли глаза. «Господи!» – молились они. «Ты наш Отец!» «Ты обещал нам в Слове Твоем Святом, что если мы попросим о чем-либо, то пошлешь нам. Ты, Господи, знаешь, что мы нуждаемся в питье и пище. Пошли нам, просимые!» Когда молитва была закончена, у детей появилась надежда и уверенность, что Бог выполнит их просьбу. «Как? Как там написано?» – через некоторое время спросил Алекс. «Воззови ко мне, и я избавлю тебя. Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня», – рассказала золотой стих Аня. «Во! Да-да!» – подтвердил Алекс. «Будем верить, что Бог исполнит обещанное». Море уже совершенно успокоилось после бурной ночи. Дети, сидя в лодке, замерзли. Вся их одежда была мокрая. К счастью, солнышко разогнало тучи и стало потихоньку согревать озябших ребят, у которых от холода зуб на зуб не попадал. А Алекс постоянно поглядывал на горизонт, веря, что Бог спасет их. Вдруг вдали показался парус. Сердца детишек бешено заколотились. Мысленно они опять вознесли молитвы Богу. Волнение ребят передалось в их движениях. Дыхание участилось. Так как дети не могли никаким образом привлечь к себе внимание, то Бог сам направил судно навстречу. И оно приближалось. Пятьсот метров, четыреста, триста, сто. «Спасите! Помогите! На помощь!» Закричали Аня и Алекс. На палубе засуетились. С корабля заметили ребятишек. Из кают высыпали пассажиры посмотреть на это чудо. Дети в море. На воду спустили шлюпку. «Слава Богу! Мы спасены!» Прошептал Алекс и рухнул на дно спасательной лодки, обессиленный, переволновавшийся. Дети были спасены. На корабле их окружили заботами и лаской. А Аня сделала правильный вывод. «Непрестанно молитесь!» О возвращении домой, о встрече с родителями, я думаю, нет нужды говорить. Вы и сами можете себе это прекрасно представить. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова